Почва тяжёлая, поэтому тяжело поддаётся. Посев семян, казалось бы, процесс нехитрый. На деле же без усилий не обойтись. Каменистый грунт усложняет задачу. Но участников всероссийской акции «Живи лес» в Севастополе трудности не пугают. Здесь, в районе Монастырского шоссе, появится не просто новая зелёная зона. Молодой лесок станет частью большого леса. Кстати, в советские годы он тоже вырос здесь не сам собой, благодаря труду горожан. Чтобы уничтожить полгектара лесного массива, порой достаточно нескольких минут. Но на восстановление уйдут несколько десятилетий. Специалисты говорят, что эта территория будет восстанавливаться около 40 лет. Телеканал НТС тоже решил принять участие в акции. Мы сажаем краснокнижную крымскую сосну. В ладони я держу семена сосны крымской, из которой через некоторое время вырастет вот такая прекрасная сосна. В своё время, где-то в 80-е годы, здесь произошёл пожар. Пожар, конечно, был по вине людей, потому что основные пожары у нас случаются по вине, конечно, населения, приезжих. Пламя тогда уничтожило сотни деревьев. Живые, но сильно повреждённые стволы подвергли санитарной вырубке. На территории в 0,6 гектара чудом выстояли лишь единицы. Но у каждого леса свои тайны и свои волшебники. С 1982 года возрождает зелёные лёгкие Севастополя. Инженер полез в восстановлению Валентина Сидорова. Тысячам деревьев в городских окрестностях помогли прижиться её добрые руки. Я в основном садила хвойные леса. В основном я проработала в Терновском лесничестве 36 лет. Все те деревья, хвойные, лиственные, которые мы садили, которые мы сеяли, видите, они же выросли. Но для этого надо приложить усилия. Сначала посадить, посеять, потом ещё мы проводим дополнение лесной культуры, потому что которые выпадают сеянцы или саженцы. Мы года два проводим дополнение. По стопам Валентины Сидорова идут юные друзья природы и школьного лесничества. Учащиеся школы номер 47 в экологических акциях участвуют не впервые. В 2016 году в Ласпи сажали, но там уже были не семена, там уже были саженцы, сосны. И уже большинство выросло высоко. Мы уже проезжали, видели, очень красиво. Близ Монастырского шоссе появится необычный сосновый бор. Сеют здесь также семена ленкаранской акации. Будут в обновлённом лесу и кустарники. Лоху Скалисный, Вишня Моголепская. Я могу вас уверить, что мы будем за ним ухаживать. И здесь будет хороший, полноценный зелёный лес, который будет радовать граждан Севастополя. Когда на этом пустыре зашумят молодые деревца, потребуется ещё несколько лет, чтобы окрепла отдельная самостоятельная экосистема. Ведь лес – это не только сам зелёный массив. В этом большом доме поселятся насекомые, птицы и даже звери. Зайцев, например, часто видят неподалёку. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.